Музыка Как бы хард, это обозначает, что жесткий. У него характер такой, и как бы есть, как говорится, поговор, как назовешь корабль, так он поплывет. Я назвал хард, он так и есть хард. По сравнению с злоумышленником, ко всем нехорошим людям, очень жестко и агрессивно себя ведет. Овчарка по кличке Харт в бийской полиции сотрудник молодой. Пес служит всего полгода и всегда рядом с Александром Осокиным. На счету их тандема уже десятки раскрытых преступлений. Это и уличные грабежи, кражи и даже разбой. Буквально на днях Александр со своим четвероногим напарником только за одну дежурную смену раскрыли сразу несколько преступлений. В 7 утра с заявлением в полицию обратился житель заречной части Бийска. Ночью из его автомобиля неизвестные похитили аккумулятор, автомагнитолу, шуруповерт и ящик с ключами. На место выехала следственно-оперативная группа. Служебный пес Харт уверенно взял след и привел Александра к месту, где прятались злоумышленники. Они беззаботно спали в автомобиле, припаркованном в соседнем дворе, а рядом были все похищенные вещи. Уже в обед пара сыщиков была в Бийском районе. Там произошло убийство, а вечером вновь кража в городе. И везде они сработали результативно. Обычно в свои дежурные сутки в поисках правонарушителей они вместе пробегают минимум 5 километров. Если выезжаем на кражу скота, бывает такое, что угоняют у нас по району. Часто бывает, что угоняют у нас скот, лошадей угоняют. Нам на десятки километров уже идет преследование его, отыскивание животных, злоумышленников. У каждой служебной собаки своя узкая специализация. Одни занимаются поиском исключительно наркотиков, другие взрывчатки. Харт с особыми навыками. Его профиль – поиск людей по следу. Даже есть соответствующее образование. Четвероногий полицейский пес прошел обучение в филиале ростовской школы. Закончил ее с отличием. Получил красный диплом. Мало того, что нужно при успешных раскрытиях иметь хорошую собаку, но это тоже большая роль. Здесь без тактики применения никуда не уйти. Вооруженный кинолог – это информированный кинолог. Без информации и с рабочей собакой только половина девок. А вот если есть полностью вся информация и хорошая собака, это 100% будет успеть. Хороший успех. Сам Александр стать кинологом решил еще будучи в армии. Отслужив два года на границе, пришел в правоохранительные органы на должность инспектора кинолога. И вот уже 7 лет гоняется за жуликами. В прошлом году отправили на пенсию его четвероногого напарника, с которым Александр проработал несколько лет. Но оставить товарища в питомнике совесть не позволила. Куда я его отдам? Это как бы мой друг, я с ним проработал достаточно долгое время. И мне его жалко куда-то отдавать. И это было бы с моей стороны предательство, если бы я его отдал кому-нибудь в чужие руки. А так он у меня дома живет, радуется. А с нового года напарником Александра назначен хард. И несмотря на короткий срок службы, пес-отличник сегодня гордость бийского питомника. Он легко помогает раскрывать самые запутанные и сложные преступления. Я когда выезжаю, на какие-нибудь места преступления, я 100% надеюсь на свою собаку. Я уже научен этим опытом. Собака – это мое оружие. Мне, в принципе, не нужно больше ничего, как только чтобы моя собака была здорова и хотела работать. А работать он хочет всегда, потому что он такой и есть, так его научили. Что если выходим в смену, хоть и на полевых занятиях, когда выезжаем с ним заниматься, как бы поддерживаем форму собаки, чтобы не потерял свои рабочие качества. У него всегда есть такой азарт, то есть у него есть стремление к работе. И для него как бы самая хорошая мотивация, его поощрение – это простая игрушка. И моя ласка, чтобы я с ним и поиграл. Ошибок в работе Харт практически не допускает. След берет всегда точно и быстро. Но результат поиска все же зависит от кинолога. От того, как он трактует собачьи сигналы, как быстро на них реагирует. И успех в деле возможен только при чувстве абсолютной и взаимной любви. Идем, мой друг, с тобой как в бой И опергруппа за спиной Горжусь тобой, ты мой герой Ты верный пес, отважный мо Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...